Сегодня в выпуске. Вопрос открыт. Ростовские власти продолжают поиски участка под новое кладбище. На ней можно садить пшеницу, но на ней нельзя производить захоронение. Быть или не быть, исчезновение маршруток с Большой Садовой жители не оценили и требуют вернуть. Что удобно народу, то и должно делаться. Для людей, для человека. Первым делом самолеты. Военные романтики Ростова отметили профессиональный праздник и получили награды за служение Отечеству. Очень приятно, позитивно. Очень рад, что служу в военно-воздушных силах, что не ошибся в выборе своей профессии. Уже меньше, чем через пять лет в Донской столице негде будет совершать прощальный ритуал по захоронению умерших. К такому выводу пришли городские власти. Северное кладбище, которое занимает больше 350 гектаров, второй по площади территории в России, исчерпало свой резерв. В начале года в мэрии объявили новое место для погребения, обустроят в районе Ростовского моря. Новость взорвала общественность. Сегодня заместитель главы Ростова Владимир Арцебажев уверяет, стройку запретили. Однако вопрос о выборе подходящей территории пока остается открытым. Мы вынуждены будем эту землю покупать. Мы вынуждены будем ее покупать. Причем нам нужна земля. Вокруг города практически вся земля – это земля сельхозназначения. То есть разрешенный вид ее использования – это сельхозназначение. То есть на ней можно садить пшеницу, но на ней нельзя производить захоронение, потому что это совершенно другой вид разрешенного использования. Некоторые из тех земель, которые пшеницы не засеивают, не подходят из-за близкого расположения грунтовых вод. С учетом инженерных требований, один из вариантов – городские власти все же нашли земли в Багаевском районе. Однако есть одно «но» – расстояние от Ростова больше 80 километров. В пример чиновники приводят опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Там кладбища расположены за 150-200 километров от города. Какое будет у нас реальное расстояние, не могу я сейчас этого озвучивать по той простой причине, что я просто сегодня до проведения торгов не знаю, кто реально сегодня нам сможет предложить такой участок земли. Нам нужен сегодня минимум участок земли в 100 гектаров. По подсчетам, этого участка для захоронения хватит примерно на 20 лет. Дальнейшее решение проблемы городские власти видят в другом способе погребения – кремировании. В Ростове-на-Дону так прощается с умершими родственниками примерно 8% жителей. Маршрутки могут вернуть на Большую Садовую. Вице-губернатор Сергей Горбань поручил ростовской мэрии проанализировать ситуацию еще раз. Напомню, с 1 августа по решению городского департамента транспорта автобусы малой вместимости исчезли с главной улицы Донской столицы. Таким образом, власти города планировали разгрузить центр от пробок. Что удобно народу, то и должно делаться для людей, для человека. Потому что все равно большинство людей выбирают маршрутку, так как она едет быстрее. И много людей на Садовой работает, им нужны маршрутки. Это же маршрутки, они только делают. Чехарду создают в городе. Чехарда. Каждый спешит, каждый деньги и вперед. Правила не соблюдают. Ну и так далее. Что говорить вам? Мне приходилось двумя транспортами добираться. Сначала становиться на Красноармейск, спускаться сюда и пересаживаться еще на 48-й. Ну, наверное, было бы хорошо, если бы снова пустили. Хотя бы несколько маршруток. На Красноармейскую переехала маршрутка номер 80. А под сокращение попали такие популярные среди населения маршруты, как 67, 40 и 3. В Ростовской области ликвидировали один пункт временного пребывания беженцев. Такое решение власти региона приняли в связи с тем, что квота на размещение жителей Украины исчерпана, говорится на официальном сайте правительства. Сейчас большая часть переселенцев, желающих оставаться на Дону, а это 46 с лишним тысяч человек, находятся у родственников и близких. Люди из расформированного под Гуковом лагеря распределены в пункты временного пребывания в Донецке, Матвеевом Кургане и Новошахтинске. Там находятся больше 4,5 тысяч беженцев с Украины. Власти Ростовской области значительно активизировали работу по отправке их в другие субъекты страны железнодорожным транспортом. Частная медицина очень быстро растет. Как вы все замечаете, появляются новые бренды, новые имена. Насколько этим именам доверяют ростовчане и готовы ли они отказаться от бесплатной медицины, задались вопросом журналисты российской газеты и решили определить все плюсы и минусы частных клиник. Среди главных преимуществ кадры, которые если решают и не все, то очень многое. Сегодня пациенты выбирают не больницы, а врачей. К хорошему доктору выстраивается очередь. Порой квалифицированного специалиста приходится выписывать из-за рубежа, признаются руководители частных клиник. У нас и зарплаты повыше, и сервисная составляющая у нас есть, и Саша на другое отношение между врачами, между врачами и пациентами. И уровень врачей самих в коммерческой медицине повыше, чем в муниципальной, потому как мы можем позволить себе выбирать врачей для работы. У государственных медучреждений тоже есть козырь, новейшее оборудование. За последние годы донские больницы благодаря национальному проекту переоснастили. Теперь высокоточным аппаратом могут позавидовать не только частные клиники региона, но и зарубежные медицинские центры. У нас нет того оборудования высокотехнологичного, которое есть уже в государственных больницах. Все эти МРТ-томографы, все вот эти вот виртуальные операционные, да, винчи, которые сейчас купил медуниверситет, и всякие прочие штуки очень дорогие, медицинские, которые мы себе позволить не можем, потому что они не окупятся никогда. Вот в этом в основном заключается конкуренция с государственными клиниками. Согласно исследованиям, в России на долю частных лечебных учреждений приходится лишь от 4 до 6% от общего объема оказываемых медицинских услуг. Представители коммерческих центров отмечают, что о полноценной конкуренции можно будет говорить, когда доля платных клиник составит 20%. Честь, мужество, достоинство, слава – эти слова сегодня не звучат пафосно. Военные летчики, ученые, инженеры, техники и работники промышленности награждаются за служение Отечеству. Чествование героев приурочено к Дню Военно-Воздушных сил России. За образцовое выполнение воинского долга и высокие показатели служебной деятельности награждены медалью «100 лет Военно-Воздушным силам». Это праздник могучей авиационной державы, праздник ни одного поколения людей, сопятивших свою жизнь в защите родного неба России. Все они с честью выполняют поставленные задачи и постоянно оттачивают свое боевое мастерство. Крылатые защитники Отечества получили медали, знаки отличия, грамоты, благодарности и денежные премии. Очень рад, что служу в Военно-Воздушных силах, что не ошибся в выборе своей профессии. Задачи у офицеров стоят непростые. Кроме охраны военных рубежей на юге страны, военные летчики принимают участие в контртеррористических операциях. Они были в числе тех, кто обеспечивал безопасность проведения Олимпийских и Паралимпийских игр – референдума на полуострове Крым. У Анатолия Сафронова более 5000 часов полета. Звезду Героя России он получил, спасая людей в ходе первой чеченской кампании. Мы желаем, чтобы мир был на земле, конечно, и только все полетные задания не выполнялись именно в мирное время. На них равняется и нынешнее поколение российских военных пилотов, весь личный состав наших военно-воздушных сил России. Традиционно на празднике вспоминают и честуют ветеранов, военных летчиков на заслуженном отдыхе и сейчас называют воплощением мужества и мастерства, таланта и трудолюбия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова